рада всех приветствовать дорогие друзья дорогие мои подписчики и гости канала перед вами национальное казахское блюдо баурсаки вот так они выглядят в готовом виде красивые пышные вкусные как облачко наступает праздник наурыз и в этот праздник пекут баурсаки наурус кыже варят шерпеки пекут бешпармак варят извините и много других национальных блюд сегодня я хочу показать баурсаки те кто не пек никогда и баурсаки это очень несложное блюдо и недорогое вам должно понравиться этот рецепт и приготовьте пожалуйста для своих близких обязательно эти баурсаки и так я взяла 500 грамм муки просеянной мука высшего сорта у меня пол чайной ложечки соли я взяла 5 чайных ложечек сахара взяла дрожжи столовая ложка 7 грамм 300 миллилитров воды подготовила с молочком пополам 50 на 50 я всегда для теста делаем и растительного масла мне понадобится 45 столовых ложек в тесто и так сухие ингредиенты все перемешали если вы сомневаетесь своих дрожжах то пожалуйста приготовьте опару или я вот серединке делаю тесто когда заработает только потом вымешиваю дрожжи воронку делаю и вымешиваю но когда я в дрожжах своих уверена я сразу без опары готовлю тесто и так вымешиваем тесто подливаем молочко с водой тепленькие не горячие не холодные вот такой температуры тела жидкость должна быть и хорошо хорошо вымешиваем подливаем вот масло растительное обязательно есть конечно много рецептов приготовления теста для баурсаков но это вот один из рецептов можно с добавлением сливочного масла маргарина у меня такой так сказать более упрощенный рецепт но очень вкусный если баурсаки чтоб подольше постояли много пекут на той когда пекут то конечно желательно и добавить сюда сливочное масло в тесто растопленное либо маргарин и так мы замешиваем тесто если вам показалось мало муки я вот к 500 грамм еще наверное грамм 50 добавила муки вот так больше муки не добавляем тесто мукой не забиваем если тесто липнет пожалуйста маслом смажьте руки смажьте поверхность рабочую и вымешиваем тесто тесто вымешали собрали в ком чашку я промазывала растительным маслом отправляя сюда тесто на расстойку на расстойку я ставлю тесто как всегда я говорю в микроволновую печь мне небольшая чашка микроволновую печь и горячая кружка в горячей водой все тесто оставила и забыла про него часа полтора стояла у меня тесто тем временем я сготовила борщ и вот мое тесто за полтора часа так поднялось тесто вываливаем на рабочую поверхность мукой здесь не работаем не нужна мука тесто чтобы не забивалась растительным маслом смазали поверхность руки и вот так немножко еще вымешали тесто ну а теперь отрезаем тесто столько сколько нам нужно раскатать его трудновато мне так как она быстро возвращается в исходное положение ну руками и прекрасно можно вот так растянуть руками все тесто на миллиметров 5 толщиной растянули раскатали и вот какой вы хотите диаметр ваших ворсачка вот такой мне небольшой не маленький стаканчиком я выдавливаю заготовки для борщаков кто-то нарезает на ромбики колбаску катает нарезает вот так стаканчиком тоже есть такой вариант и очень удобный они все будут одной величины наши баурсачки и так работаем со всем тестом растягиваем тесто и вырезаем наши баурсачки баурсачки должны постоять немножко тесто должно еще подняться для того чтобы наши баурсаки были пористые и пышные вот столько уже заготовочка меня баурсачков заканчиваю работать с последним куском тесто видите они все практически одинаковые формы будут одинакового веса выдавливаем дорабатываем это быстро удобно с остатками тесто тоже также работаем скатываем шарик растягиваем и выдавливаем кружочки последний кусочек отходов никаких не получилось все ушло в дело вот последнего так тоже приготовила скатала шарик все тем временем приготовили емкость где будем выпекать я буду выпекать на своей индукционной плитке правда пока я приноровилась к мощности какую установить для выпекания баурсаков с 1 на самую сильную мощность включила масло хорошо разогрелась жарила на 1000 мощность но все-таки остановилась на 800 на самое нормально выпекать баурсачки вот я выпекаю баурсачки вытаскиваем чтоб масло нужно обязательно стекло с них кто-то на салфетки выкладывать на полотенчики я вот такой решеточкой шумовочкой вытаскиваю взяла я емкость небольшую цель их экономия масла потому что если большая емкость и больше масла понадобится лучше я вот так по 4 штучки кидаю 45 и прекрасно им достаточно масла и хорошо пропекается наши баурсачки все пекутся они быстро если вы на газовой плите на среднем огне чтобы пропеклись хорошенько не но тесто хорошо выстоялась постояли сами заготовочки поэтому тесто будет баурсачки будут прекрасный вот так выглядят мои готовые баурсачки вот такой они формы давайте посмотрим что же там внутри мука высшего сорта белесая такая и вот такие же ослепляют тесто наше ослепляет глаз такой прекрасные горяченькие они еще баурсачки у нас получились алина там привет передает вот какие они корочка такая хруменькая а внутри вот это нежное нежное тесто хоть чем эти баурсаки можно употребить всех мусульман поздравляю с наступающим наурызом хорошо встретить его обновление идет в этот праздник хороших вам рецептов приготовления национальной кухни всем всем пока до следующего видео